ребята приветствую вас на нашем деревенском канале вот занялся подготовка рыбы раздобыл замечательного ротанчика хочу его закоптить сейчас буду его засаливать почищу помою засолю на пару суток а потом буду вялить и коптить вот смотрите какой ротанчик у нас вот такая вот рыбка достаточно крупный есть экземпляры даже еще побольше до полукилограмма наверное грамм 400 вот этот хороший ротанчик как раз на копчение самое то пойдет вот ну что давайте приступим посмотрите какой замечательный ротан решил я его покоптить ну что первым делом надо его почистить в отличие от карася ротана буду я чистить потому что но рыба достаточно мелкая мелкая и вот эта чешуя она тут наверно ни к чему когда он закоптится можно будет его кушать уже полностью он еще живой эта рыба вообще достаточно живучая даже когда замерзнет ее потом оттаял воду бросил и она еще дальше продолжает плавать чешуя у ротана мелковатая такая но рыба очень вкусная многие и хаят типа сорная рыба живет все что попало это хищник он живет себе подобных когда конечно кормовой базы нет он может там и какие-то траву кушать думаю навряд ли все таки это хищник и он питается животной пищей вредитель водоемов съедает малька съедает икру ну и параллельно с этим чистит все что шевелится все съедает в водоеме вот так вот чешую с чистим так сейчас решу как его мы будем потрошить но скорее всего по брюху раскрывать все хорошо провялится и закоптится вот так вот немножко эту раскроем живой живой гад как у меня разделочная доска техническая для разделки очень удобно блины березовые обрежем части ненужные обязательно необходимо вырезать пленочку ну и конечно же немножко его все таки наверное я думаю стоить раскрыть по хребту чтобы он лучше просолился и лучше прокоптился вот так вот вот такая вот рыбка будет у нас в копченом виде я думаю неплохо будет сполоснуть его все отправляем его ведерко для приготовил для рыбы сейчас выложу слой насыплю соли ну и так дальше буду тут не маринад используя чисто чисто соль попадает у нас экземпляры более килограмма но все эти конечно не на удочку сети там фитили морды на удочку клюет но не такой крупный вот такой рот у него здоровенный еще зубами вот такой это рыба карась шевелись солить буду вот такой солью хорошая соль обычная продается везде продается везде на дно емкости насыпаем посыпаем соли не толстым слоем просто просто посыпаем солью рыба не крупная поэтому поэтому можно и так сильно соленая рыба нам тоже как бы она не очень нужна вот таким образом все и сейчас сверху и также соли пересыпаем тоже небольшом количестве и так поступаем с каждым слоем с каждым слоем наших ротанов вот ребята сейчас разрезал смотрите в нем внутри вот такой же ротан сидит вот сейчас я его достану он уже начал перевариваться уже начал перевариваться вот видите вот себе подобных он кушает такая вот рыба бывает попадают внутри почти размером с такого же самого себя в основном конечно мелочь есть ну что ребята ротан чека почистил немного присолил еще чуть-чуть сверху сейчас присолю закрываем его крышкой сейчас рыба в течение там нескольких часов до сок соль начнет вытягивать сок из рыбы получится рассол в этом рассольчике она будет солиться крышка улетела в этом рассоле она будет солиться завтра пару раз перемешаю рыбу буду перекладывать чтобы нижние слои были наверху тем самым равномерное просаливание получится ну а через пару дней буду вялить подвяли и чтобы она такая стала немножко подсохшая ну и потом закопчу но уже результат увидим в следующем сюжете а теперь занимаемся другими домашними делами не переключайтесь друзья вот так и убираем в прохладное место а а а кушайте сейчас вот перекапываю и поднимаю грунт в итоге получается пустота эту пустоту заполняю перегноем с грядки маша мне ругается не хочу горит я твой перегной ничего не растет а я смеюсь и говорю ей а может быть ты недостаточно ухаживаешь может редко заходишь в теплицу потому и не растет конечно я шучу но на мой взгляд перегной тут абсолютно ни при чем просто надо во время поливать во время пропалывать там и так далее обработку какую-то растений там не знаю подкормку делать все будет расти я вот так вот полосами часть перегноя часть просто вот этого но тут земля тоже она достаточно хорошо удобренная смешивать не стал просто заполняю вот эту пустоту которая здесь вот образуется потому что тут повышаю еще хочу засыпать вот это среднее пространство а тропинки сделать вот здесь вот по краю вот этих досочек и получится полезная площадь теплицы увеличится ну на целую грядку эти гряды получились широкие широковатые неудобно ухаживать поэтому вот хочу так сделать тоже по просьбе маш я-то особо не огородник не по большому счету вообще параллельно кактус все растет моя задача подготовить площадь для растений каждый год досыпаешь досыпаешь но перегной скорее всего перегнивает и грунта осаживается вроде вот так вот каждый год делаешь поднимаешь все насыпаешь дополнительно еще а все равно в итоге вот такие вот пустоты образуются при перекопке и приходится по новой досыпать у нас две две гряды уже несколько лет года наверно по три они такие старые гряды хороший перегной поэтому поэтому будет все очень очень хорошо расти ну вот вот такая яма образовалась так наложено досыпаем рвутся в деревню за романтикой из города хочу вас немного разочаровать деревне надо впахивать впахивать и впахивать вкалывать вкалывать и вкалывать иначе все развалится и будет разбитая корыта тут постоянно одно ремонтируешь там другое чинишь третья строишь надо копать надо полоть надо сажать надо снег убирать надо пятое десятое и так бесконечно и а если хозяйство это вообще караул так что десять раз подумайте прежде чем ехать в деревню за романтикой вот так вот ну мы родились деревне это уже для нас привычно без без этого уже просто как без я не знаю без без воздуха лежать на диване абсолютно не вариант а вот так вот шевелиться двигаться работать это очень стимулирует сейчас вот доделаю вот эту часть надо будет на работу съездить поработать а потом дальше кашу варить на завтра и так до бесконечности каждый день что-нибудь да нужно хорошая земелька земля жирная 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 сейчас вот новая гряда будет курино-перепелиный навоз тоже года три будет лежать готовится а вообще очень концентрированный будет навоз неудобно так неудобно как-то копать опил это я всю зиму здесь обрабатывал курей подсыпал чтобы грязь не разводить немножко осталось ничего тоже перепелеет остатки подвязок есть три вида золота да обычное золото черное золото это нефть и перегной деревенское золото без этого золота деревне с голоду помрешь кашку варю из картошки плюс сюда же сразу же добавляю хлебушек сухариков за зиму насушили прям сверху накладываю прямо на вот так вот предки пицца потом хлеб он расползается сегодня чистил ротанчиков и есть кишочки сейчас это туда завершаю пониже чтобы они хорошо сварились вот такая вот кашка на завтра на день нашим бралерам будет сейчас разгорится и как раз вот этого заклада хватит на то чтобы каша сварилась даже не надо не подкидывать не смотреть ничего как только закипит картошка быстро варится напреет за ночь все нормально будет ну что друзья на этом сюжет наши деревенские будни окончен подписывайтесь на канал подписывайтесь на все мои другие каналы ссылочки все оставлю в описании всем до новых встреч друзья всем добра всем пока пока